да и почему я хочу в лес пойти умереть и как умереть я хотел давно еще когда я поехал в украину в 2015 году 2016 я только добрался до карпат я поехал только с одной целью найти там место с родником дипе ездить и сам дему бы в интернете еще осталось какое-то время солнечные батареи меня были где я могу вот так вот как-то вот по моему в корейских фильмах или какие-то буддийских фильмах там вот садится на плод поджигает плод и уходит на одно данном по моему лета осень зима весна или как назвать 7 ну то есть приходит момент когда человек понимает что этот мир больше ничего не дает что мало того что он попал в систему которые вот для меня главное это моя душа сохранить свою душу я знаю что я все равно умру если я все равно умру то я просто постарался все что я мог оставить здесь своим знакомым в страсбурге и сделать все для них что я мог чтобы такой был план задуман давно так вот в украине я не нашел такого места без людей потому что ну там просто не было у меня не хватило времени что потом не просто выперли из украины закрыли за мной на три года все это описано на проза . автор вас вас нас и вот я думаю ну как умереть снотворного меня нет вообще не такой который травлю снотворным вот из этого типа людей люди делятся на разные типы сумму убийц кто-то вешается кто-то там ну к сожалению снотворным не удалось раздобыть ядами и не травлюсь такими которые так меняет тело необратимый процесс это то есть видимо снотворным это просто смерть во сне мое духовная смерть такая вот соприкосновение с физическое так сказать останавливается сердце и все и так сказать во сне вот когда-то раньше я вот вообще всем самоубийцам представляется красная кнопка кнопка как у меня сейчас на смартфоне видео вот нажал на нее тебя нет и у многих людей было много периодов таких в жизни когда это они бы сделали если бы это было просто нажать на кнопку на красную вот в Австрии пытался повесить хоть купить веревку очень тяжело ведь это шах к самоубийству купил я веревку даже не одну удары и мыл свечку там намазал все там вина накопил напился пошел на холм сидел сидел пробовал пробовал психологически надо быть готовым когда ты психологически уже готов ты как бы уже убил себя это наполовину уже умереть но я хотел не так уйти не так я хотел уйти созерцая созерцая мир у меня уже столько информации в голове о прожитой жизни столько всего что мне хватит хватит в избытке думать о смысле жизни думать о законе божьем ну или о законе жизни кому как умереть вот так вот умереть от истощения от слабости и поставить себя над людьми над их цивилизацией над этой и вот это все глупо вешаться или травиться ведь это ж меркнет не я уже умирал меня сбивала машина ты тысяч пятнадцатом году описано в интернете в жж там просто как пленка прервалась в кинопроекторе все и и все у тебя не было только когда я очнулся я опять опять я стал так вот смерть это когда раз тебе не было и после смерти ничего после этого после дтп ничего нет так вот я хотел по капелькам выпить этот вот это осталось последние остатки жизни как дорогое вино почувствовать вкус жизни перед смертью и чтобы мне никто не мешал и чтобы я ушел в мире спокойствие туда потому что это не один день я взял с собой продукт там я думаю на неделю мне хватит там поможет на дне на пять а потом просто не есть но витамины взял чтобы сильно не мучиться чтобы умереть именно от слабости и истощения видимо это тоже не получится поскольку люди могут не есть месяц больше по крайней мере для меня это наверное самая большая гора моей жизни даже даже больше горы человеческой лжи гору человеческая лжи не одолеть она очень высокая эту гору даже не видно вершину никто там не был никто не знает как это я хотел бы умереть и не жалко умереть не жалко самого себя поскольку я уже ну вот я уже хуже чем эта куртка там внутри но это куртка хорошая 300 евро стоит я купил за 150 гривен на украинском вот так и я я как бы изношена душа моя так сказать пока цела здесь эти неграми не измотали капитально последний там одна армянка меня два дня последних она уходила не давала мне отдыхать шумом за два дня на меня истощила на целую я потом два дня спал но причем они сейчас очень довольны здесь я чувствую по их интонациям они говорят что любят друг друга этих детей которые шумят они друг друга защищают а я как такой агрессор который вот без причины на них напал орёт на них и негром их называет естественно меня вот выкинуть надо нам без сожаления на улицу ну ладно в этот мир их ни в чем не убедишь у них такой эффект когда неправда кажется правой когда тебе выгодно вот все они 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 счастливы они совесть их чиста они расправляются с негодяем с преступником все пусть сдохнет там где там замернет вот они вот сейчас такие очень веселые кстати они но меня вызвали в понедельник для выселения так думаю больше не для чего нет это сус работница которая мне запретила просить их потише себя вести опять отвлекаешь так вот вниз мужик я знаю куда уткнуть чтобы через самую большую минуту потерять сознание если удачно это не те игры которые с венами на руках это не эти глупости это конкретно вот но я знаю одно что когда придет момент я сделаю это очень легко поскольку это будет избавление поскольку это будет сон вообще воспринимаю сейчас смерть как сон вечный сон вот это сложно передать это вообще вот этого видео не хватит чтобы все передать это во первых не видео нужно как я писал рассказ Микки Майкер я написал что мне нужно добраться до компьютера и в себя прийти во первых и сделать несколько сотен редакций так так же и здесь мне нужно прийти в себя чтобы все осмыслить и потом так сказать кристально чисто дать мысль я не могу сейчас поэтому мне надо уйти в лес это как минимум выживу я не выживу я не ухожу умирать я ухожу от этих людей мне уйти больше некуда они до меня издеваются что соцработники что эти врачи психиатры говорят я просто не приду к вам уже на следующее интервью 15 апреля потому что я уйду в лес они говорят ну если вы не придете мы будем знать что вы не придете что вы в лес что вы ушли в лес по барабану абсолютно и право на правду в Европе есть у тех которые имеют власть деньги прежде всего у человека есть деньги да если он политикой не занимается значит там в песочнице у себя вот с этими деньгами ты имеешь абсолютную власть ну насколько эти деньги позволяют нет денег ты не имеешь права сказать правду потому что это правда расстраивает тех у кого есть деньги они делают из тебя кого угодно кого угодно психа агрессивного кого угодно и наказывают тебя по закону и на бумаге у них все по закону все хорошо все доказано друг другу они пишут вот то есть ну немножечко другие как бы реалии жизни они вообще правда очень страшно я даже ну она у меня как бы немножко неосмысленные в понятиях словесные я так-то ее могу но мне нужно время которое упущено из-за того что я много-много потерял времени среди этих этой мрази человеческой которые вот издеваются друг над другом которые в ту среду вообще беженцы они подобны некому мусору который кидает на свалку или такие же беженцы из них большинство это говно и вот я в этом говне так кстати вот в руки пытаюсь выбраться а мне отпихают туда в это говно это своего рода резервации это ну трудно понять ведь я же могу ходить по по улицам я же могу теоретически обращаться в суды к бесплатным адвокатам к помощи всякой разной на самом деле ничего этого нет вот это сложно объяснить тем которые не в теме так сказать эти все адвокаты ну на моего адвоката защитника в Австрии стоит только посмотреть нам можно почитать то есть адвокат действует наоборот он мне не помогает а меня топит вот так чтобы выглядело что помогает вот суды суды знают что это ложь то что вот пишут эти всякие адвокаты там то что пишут другие да там всякие они делают вид что это все правда это же все официально потому что должна суд или суд подписала же ведь ну как в России в принципе то же самое как там у нас что милиция же зря же не это самое или там наши органы не лгут вот все органы тебя значит а суд привели и все как же они могут уравновать то тут то же самое это универсальные законы вселенной так сказать но законы не физические законы вот такие человеческого бытия на самом деле в Европе то же самое что в России вот но на другом уровне и по другому все по другому ну те же компоненты все есть вот что самое страшное то что вообще про беженцев стоит почитать про разное время на беженцах как жили их например в Англии казаков лагерь стоял казаков без предупреждения подъехали военные все вышло на их Сталину отправили ему конечно их большинство погибло на лагерях и все такое потому что Черчилль договорился со Сталином вот людей разменяли на что-то на политические всякие выгоды здесь то же самое вот сейчас вот Австрия налаживает хорошее отношение с Россией там этот северный поток северный молодой подонок австрийский новый президент который вы просто почитаете как он пришел к власти да вот ну а беженцев там тоже почитаете беженцы вообще независимо вообще независимо так сказать от политической обстановки беженцы это разменная монета во всех делах это беззащитные люди за которых никто не накажет так вот я просто хотел уйти в лес чтобы забыть о всем этом на второй план на третий на десятый план это ушло и то чем я уже года полтора не занимаюсь даже больше три года наверное не занимаюсь то чем я раньше занимался и отдать дань Богу потому что я очень долгое время в этом моем не пребывал и мне нужно просто от него уйти от этого говна если в это говно не вернусь и умру ну что ж мы все умрем что ж в этом такого удивительного но если я умру так как я хочу в покое созерцая думаю о законах божьих или законах жизни и по своей воле а не по воле общества я хочу это осознать я хочу этот главный вопрос решить я хочу покинуть это общество поскольку это общество мне не нужно это общество мне больше на большую высоту не поднимет оно мне больше ничего не даст с моральной точки зрения и не то чтобы себя превозношу конечно же есть отдельные люди которые двигают наоборот это общество вверх не общество а люди общество их рождает они вот тащат вверх развивают и вообще не сколько люди а сколько эволюционный естественно отбор в смысле в таком не в генетическом вот но видимо пришло мне просто даже время умирать видимо достиг я высшей точки своего развития и пригнуты кстати на том месте на котором я сейчас нахожусь я выше не могу и дальше будет только деградация и гибель моей души я не хочу чтобы душа погибла вперед я хочу чтобы я прежде чем погибла душа